Приветствую вас и к вашей проблеме можно подойти с нескольких сторон. Ну, во-первых, начнем, пожалуй, мы с более простого и скажем так, что именно в дождливую погоду ваше состояние обостряется, вы становитесь более разрешительной, а потому что вы перестаете видеть в окружающем хоть какую-то поддержку, вам кажется, что жизнь она совсем невыносима именно когда идет дождь. И из-за этого абсолютно любые какие-то вещи, да, они на вас реагируют резко негативно, остро негативно и так далее. То есть в обычное время, в обычном состоянии вы, в принципе, вполне неплохо справляетесь вот со своими проблемами, и вы, ну, относительно неплохо, конечно, справляетесь со своими проблемами, но в дождливую погоду силы вас оставляют, вы чувствуете, что все, надет и нет, все плохо, и из-за этого у вас возникают такие взрывы. Это чисто внешняя сторона. Она, пожалуй, является, как бы, нормальной для вас, с учетом того, что вы о себе написали. Кстати говоря, вопрос свой. Вы, как таковой, не дадаете, то есть что именно вы хотели бы получить от нас, от психологов. Но, тем не менее, продолжаю линию своего ответа, я расскажу вам теперь уже про вашу внутреннюю или субъективную сторону проблем. Дело в том, что совокупность обстоятельств, то есть, вот, например, дождь, басмурная погода, пробуждают в вас те переживания, которые обычно в другом, в любом другом состоянии и при прочих равных условиях вы, в принципе, держите в себе. То есть, получается, что вы держите в себе, словно надувающийся шар, надувающийся пузырь, весь свой негатив, который вас копится. Ага, когда наступает определенное обстоятельство, то есть дождь, у вас это прорывает. Надо сказать, что сам по себе прорыв – это хорошо, потому что если бы вы вообще не позволяли себе скандалить, если бы вы вообще не позволяли себе как-то выражать свои эмоции, то было бы вам гораздо хуже. Ну, а что касается проблемы самой, то она, как бы, проявляется, она описывается через то, что вы говорите. Низкая самооценка, апатия, отсутствие социальности, пессимистичность. Также, несемейная, то, что вы несемейная, и то, что у вас есть мама-инвалид, тоже оказывает на вас приятно. Ну, давайте начнем с начала. Низкая самооценка. Почему? Откуда? А почему ничего не делается с вами для того, чтобы ее поднять? Что нужно для ее поднятия? Это первый момент. То есть, если вы не хотите, чтобы эта проблема с вами была, все вот эти вот вещи, ваша несоциальность, ваша пессимистичность, все эти вещи нужно исправлять. Конечно, через работу, через проработку сперва-детских родительских отношений, потому что, определенно, вы не чувствуете себя женщиной, вы даже, наверное, не допускаете себя как партнера в личных отношениях, возможно, вы не реализуетесь из-за того, что должны ухаживать за своей мамой. Ну, а мама, скорее всего, не смогла привить вам должного образа женского поведения, из-за чего у вас есть родственные проблемы в личной жизни и определенный конфликт. Конфликт отличается в том, что вы, вот, в свои годы, по своему мнению, скорее всего, не соответствуете тому, чего вы для себя хотите, тому, что вы считаете правильным было бы для себя. Дальше, значит, то, что вы взрываетесь и кричите, это нормально. Вот об этом мы уже сказали, что это нормально. Срыв и крик – это хорошо в вашем случае, потому что помогает вам немножечко снизить уровень эмоционального напряжения. Поэтому стыдиться здесь не за что, вы не чудовище, зло сдерживать вы не должны. Это отчасти мужчины – сдерживать эмоции. Отчасти женщины все-таки, по большому счету, делать этого не нужно. Это вот то, что, я надеюсь, мы с вами сможем понять. Дальше, мы пишите, что ничего не добились, ни в чем не преуспели, ни в чем не повезло. Понимаете, вот первые два слова, то, что вы ничего не добились и ни в чем не преуспели, свидетельствуют о неудовлетворенности, неудовлетворенности своей жизнью вам. Соответственно, если есть неудовлетворенность, значит, есть какие-то потребности, которые не реагируются с вознимом-то. То есть вас, ваше жизнь не устраивает. Соответственно, нужно свою жизнь менять, нужно менять себя, свое отношение. Начинать нужно с малого. Для начала нужно озаботиться все-таки четким представлением о том, кем вы хотите себя видеть, какая вы. Во-вторых, кто это заботится большим акцентом внимания на женском поведении, на женской модели поведения. То есть, какая вы женщина, как вы хотите себя вести, потому что вам 24 года, и я думаю, что более чем пора выстраивать свою личную жизнь уже. Ну и, естественно, нужно работать над самооценкой, потому что пока вы себя не уважаете, пока вы себя не цените, мама вам этого, судя по всему, не привила. Все нужно любить и ценить себя. Пока вы этого не делаете, у вас не получится выстроить отношения. А пессимизм – это глубины, как и установки, которые тоже, в принципе, можно поправить. Главное – понять, вообще говоря, родителей в этом у меня. То есть, вообще-то говоря, вот пессимизм, оптимизм – это такие вот точки зрения на жизнь, на мир. И в целом, в целом, это является нормальным отношением к миру. То есть, это ничего аномального, в пессимизме, например, нет, так же, как и в оптимизме. Ну, это просто убеждение человека. Кто-то, например, считает, что все в итоге будет хорошо, а кто-то считает, что все в итоге будет плохо. То есть, тут как бы везде есть свои плюсы, есть свои минусы. Вот. И в вашем случае, Вера, важно, чтобы вы сами хотели что-то менять. Потому что вот так будет продолжаться дальше, 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 и в итоге ничего не изменится. То есть, можно как-то себя, конечно, сдерживать, когда идет дождь. То есть, можно там воспользоваться, например, НЛП, и как-то себя запрограммировать. Но в период дождей менять свое поведение, чтобы не кричать на людей, да, чтобы как-то там, не знаю, не обещать их, чтобы не стыдиться. Но это не будет решением проблемы как таковой. На самом деле, решение проблемы строится у вас, в ваших отношениях с мамой, вот с вашим отношениями к себе, к тому, чего вы хотите, к вашему личностному росту, к более правильному, грамотному построению своих целей, осознаванию своих средств, и, собственно говоря, анализу требований к тем задачам, которые вы должны решать. Понимаете? Это все работа, работа, суть по всему, достаточно большая, но и вам мало лет, чтобы говорить о том, что работу такую провести нельзя. Напротив, вполне возможно все это сделать. И я думаю, что если вы хотите, чтобы однажды вы проснулись, и у вас было бы что-то по-другому, то это можно сделать. Поверьте, это более чем реально, но нужно хотеть. А как бы мотивационная сфера, мотивационный принцип, как бы источник мотивов для того, чтобы что-то поменять, это зло, что вы ничего не, как вы говорите, ничего не добились, ничего не преуспели, и вам ни в чем не повезло. Кстати говоря, вести вам и не должно, потому что удача – это случай, а настоящий успешный человек, свои результаты, свой успех, с удачей не связанных. Это результат целеустремленной, целенаправленной, организованной деятельности по достижению определенных целей. Таким образом, фактор случайности здесь полностью исключается. То есть я задаю вам такой вопрос, хотите ли вы что-то изменить в своей жизни, если хотите, то нужно работать, начинать работать, сперва прорабатывать детство, потому что, судя по всему, там у вас очень большое влияние, и влияние идет его на вас. Прорабатывать отношения с родителями, в первую очередь, потом уже в большей степени свое отношение к себе, и, собственно говоря, смотреть на себя немножечко в другом ключе. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok